Давайте воздадим Богу всю славу через аплодисменты. Давайте будем провозглашать «Прибудьте в мире! Вы миссионер, который спасёт 237 стран мира!» Давайте мы с вами будем наслаждаться благословением первенства в эпоху 237 стран. Значит, давайте так скажем, вы ученик, который спасёт 237 стран мира. Значит, Бог не смотрит на наш уровень, на нашу силу. Но Он призвал нас вечными учениками, которые будут спасать 237 стран мира. И имея вот эту идентичность, что я ученик, который... Ученик, который после 237 стран мира живёт всю всю жизнь и преподносит благослужение. Да, вот уже у нас мы проводим благослужение в новом помещении. Как-то всё по-новому. И вот один человек говорит мне, пастор, я вот не могу спать. Я спрашиваю, а что случилось? Он говорит, вот настолько церковь стала красивой, что постоянно хочется приходить, поздравлять вас. И кажется, пастор, вы уже получили все благословения. Я говорю, да, аминь, всё правильно. Вот с одной стороны, конечно, да, мы как бы заново начали преподносить благослужение с прошлой недели. И вот сейчас видно, что мы пребываем в молитве, в завете. И для того, чтобы мы могли с вами поднять нашу потомка, как следующее поколение благовестников, и для спасения 237 стран, да, конечно, нам нужно готовиться. Но, тем не менее, вот я всегда смотрю на своё сердце, на свои мысли. Ну, я так говорю, что да, у меня всё равно есть то, что не получается. Для всемирной евангелизации нужны новые рамки. Да, конечно, ну, хорошо, что у нас новое помещение такое, и мы можем здесь преподносить благослужение. Но всё равно пройдёт время, и мы как бы свыкнемся к этому и будем преподносить благослужение так же, как и раньше. Поэтому никто не может вечно радоваться из-за чего-то нового. Ну, например, вы купили новый дом, ну, порадуетесь вы какое-то время. Ну, потом проходит время, и как бы всё опять как бы на своё. То есть в этом мире нет того, что давало бы нам вечную радость. Поэтому очень важно, чтобы мои мысли, моё сердце были направлены на то, что Бог желает. Вот это спасение 237 стран. Я постоянно так думаю, не находятся ли мои мысли и сердце в чём-то другом. Поэтому и мысли, и сердце наше должны постоянно обновляться. Отбрасывать ненужное, и необходимо сейчас подготовить себя, чтобы я соответствовал для спасения 237 стран мира. И Бог, Он знает мой уровень, мои силы, Он говорит мне спасать 237 стран. И мне очень важно сейчас свои рамки, старые рамки отправить и обрести новые рамки. Ну, я не знаю, как вы, но я постоянно так о себе думаю. Действительно, смогу ли я спасти со своими рамками 237 стран мира? Вот, смогу ли я оставить достойное потомство для наших потомков? И вот сейчас очень важно, чтобы все мы с вами объединились ради одного, объединились и молились ради чего? Ради потомков, ради следующего поколения благовестников. То есть вот сейчас, как бы с 2030 по 2080 годы, вот нам необходимо в полную силу готовить рамки. И вот есть то благословение, которое мы с вами разделяем с вами каждую неделю. Это то, что мы готовимся к всемирной евангелизации. И поэтому ради вот 237 стран, вот мы вот это все подготовили. Ремоделинг. Ну вот вы, когда будете уходить, просто так не уходите. Вот пойдите, посмотрите про вот эти комнаты для перевода. То есть мы сейчас готовимся для того, чтобы идти к 237 странам мира. То есть нам необходимо сейчас подготовить такие рамки новые, чтобы мы могли дать ответ потомкам в 237 странах мира. Поэтому необходимо сейчас поменять кое-что в себе и выходить на место действия. Вот у меня есть уверенность. И из-за того, что Бог, Он как бы расширяет наш сосуд, то обязательно Бог, Он будет совершать всю работу. И вот как сказано в Филиппийцам 1.1.6, что будучи уверенны в том, что начавший вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. То есть Бог, Он сам внутри нас сделает вот эту новую рамку, новые рамки, чтобы мы могли идти к 237 странам мира. Поэтому Бог, Он будет постоянно обновлять наши мысли и сердце. Поэтому вы отбросьте старое и готовьте новые рамки. Действительно, нам необходимо облечься в рамки 10-37 стран. Бог, Он призывал Авраама также, и Он говорит, что через тебя получат бассейны народы. То есть Бог дает обещание, что через тебя спасутся 237 стран мира. Но Авраам, Он не мог этого понять. Почему? Потому что у него был такой уровень очень низкий. Он только думал о земном. То есть Бог, Он опять ему со временем говорит про то, что в тебе благословятся все народы. То есть опять Бог говорит о 237 странах мира. И поскольку Авраам не понимал этого, то мы видим, как он страдал из этого. Значит, Бог, Он посылает Израиль в рабы, затем в плен, затем как колонии делают их. Для чего? Для того, чтобы они могли облечься в новую одежду для евангелизации 237 стран мира. То есть Бог, Он послал их в рабство, чтобы они спасли 237 стран мира. Поэтому вот если мы посмотрим на историю Евангелия, то мы увидим вот эти важные события. Плен, рабство, колония. То есть Бог, Он всегда так делал для того, чтобы они облеклись в новые рамки и одежду для спасения 237 стран. Поэтому сейчас необходимо все свои мысли и сердце сосредоточить на этом. Потому что сейчас эпоха 237 стран мира. Ну, я, конечно, буду говорить это, но бедствия те не бедствия. Вот посмотрите на историю. Каждый раз, когда приходили бедствия, тогда вот Бог, Он открывал огромные двери для евангелизации 237 стран. Поэтому можно сказать, что Бог, Он призвал нас с вами для этой эпохи 237 стран, заранее уже все приготовив. Поэтому если мы искренне задумаемся об этом, тогда мы сможем получить Божье благословение. И вот есть одна особенность. Вот есть особенность времени, с которым мы с вами будем сталкиваться. Все будет меняться. Вот профессии меняются. Потом, ну вот, говорит же специалист, что в будущем 40%, от 40 до 80% нынешних профессий, они просто исчезнут. Но вот, и хоть придет вот эта индустриальная революция, но придет очень много духовных болезней из-за этого. И вот тогда будет еще больше развиваться это движение Ки, это движение медитации, и это будет все влиять на 237 стран мира. Поэтому, готовясь к 237 странам мира, для их спасения, и раньше, и сейчас, и в будущем, есть те благословения, которые Бог приготовил. Вот это то, за что нам необходимо с вами ухватиться, и за что необходимо помочь ухватиться нашим потомкам. То есть, какая бы ни была эпоха, всегда есть то, что необходимо передавать нашим потомкам. Вот посмотрите на историю, которая была до сегодняшнего момента, это было, и сейчас это есть, и в будущем, наверное, навечно, это тоже будет. И раньше, и сейчас, и в будущем. Что это? Это то, за что нам необходимо с вами держаться, и необходимо помочь держаться нашим потомкам, чтобы они с этим выходили в мир. Первое, это три рамки и три одежды, три рамки и одежды Евангелия, которым всегда необходимо наслаждаться. Это номер один. Значит, не три рамки, я прошу прощения, новые рамки, новая одежда Евангелия, которой необходимо наслаждаться. То есть, необходимо всегда иметь вот эти новые рамки Евангелия, затем одеться в новую одежду Евангелия, и таким образом жить. Значит, кто бы что ни говорил, как бы что ни происходило, нам необходимо начинать всё с духовного. То есть, необходимо всегда обретать новые рамки Евангелия и одеваться в новую одежду Евангелия. потому что есть та старая сущность, с которой мы жили вчера. Значит, есть те методы жизни, как мы живём, а также есть наши старые привычки. Поэтому каждый день мне необходимо в Евангелии одевать новую одежду, новую одежду Евангелия одевать. и необходимо вот эти новые, новыми рамками вооружиться, чтобы поменять образ жизни, чтобы поменять свои привычки. Значит, что это за старые рамки, старые одежды, которые имеют все люди без исключения? это 12 жизненных проблем. Первое – это западня сатаны. Жизнь, сосредоточившись на себе, на материальном плотском, на успехе. то есть сатана всегда даёт так же, он облекает в рамки, неправильные рамки. Что это за рамки? Это рамки культуры тьмы. Это идолопоклонство, шаманизм. Это гадание. И в итоге ко всем людям приходят индивидуальные проблемы в виде шести состояний. Поэтому, если не Евангелие, тогда никогда люди не узнают об этих духовных проблемах и не смогут их решить. Значит, вот и раньше были бедствия. И сейчас бедствия также есть. Почему вообще эти бедствия приходят? Не потому, что я совершил ошибку. сатана не линию сатана, сатана, есть у ликвием и линия сатана. И и сатана. А стана у лукомы и во лукомы проводит сатана, которая который действует сейчас по всему миру, он делает так, чтобы люди враждовали против Бога, чтобы не знали Бога. И в итоге приходят бедствия. И это не где-то далеко. И сейчас мы живём с вами в такой эпоху. Поэтому очень важно, чтобы у нас было это мудрое знание, чтобы мы могли знать об этом и могли различать это. То есть у нас должна быть благодать, чтобы мы всегда могли это различать и знать об этих духовных фактах. Откуда приходит эта сила и мудрость? Это от Слова, от Христа. Колоссянам 2, 2, 2, 3 сказано, «В котором сокрыты все премудрости, сокровища и ведения». Да, вот Колоссянам 2, 3. Написано, «Дабы в любви для всякого богатства совершенного разумения для познания тайны Бога Отца, в котором сокрыты все сокровища и премудрости и ведения». «Дабы в любви для всякого богатаитства» «Ну, дело в том, что мы с вами, поскольку сатана уже это всё посел внутрь нас, то нам это уже нравится, это уже стало частью нас. Поэтому в разные моменты жизни мы обманываемся сами. Но необходимо помнить, что мы являемся чатами Божьими, поэтому если мы будем забывать об этих духовных фактах, тогда мы всегда будем обманываться сатаною, течением сатаны, идолопоклонством сатаны. И в итоге придёт разрушение и поражение. Вот, и вам необходимо знать, что обязательно придут такие результаты. То есть и народ Божий, они получили Божий суд получали. Вы посмотрите на сегодняшнее место описания. Значит, израильский народ перед входом в Ханан значит, но Бог, Он говорит, что когда вы войдёте в Ханан, тогда вы стерпитесь, тогда вы столкнётесь с трудностями. То есть они просто думали, что они зайдут, и всё будет нормально, а Бог говорит, нет, вы будете в трудностях. Вот 26 стих посмотрим, что я сказал бы, рассею их и сглажу из среды людей память о них. То есть Бог, Он говорит то, что Он будет делать заранее. Вот когда народ Божий пускает Божье благословение, начинает заниматься идолопоклонством, тогда переходит эпоха бедствий, эпоха трудностей. Поэтому вы не просто так ведите жизнь веры, либо же не просто так ходите в церковь, а необходимо правильно Евангелие знать и именно наслаждаться. Потому что вот израильский народ, они же были избраны Богом. вот они были избраны народом, но они упустили Божьей благословение. И они стали смешиваться с народом мира. Вот то, где мы с вами живем сейчас, это не наша земля, это земля страданий. Поэтому вооружившись новыми рамками Евангелия и новой одеждой Евангелия, я желаю, чтобы вы не страдали в жизни веры, не шли по пути поражения в жизни веры. А чтобы вы могли понять, ага, что такое жизнь веры, могли исследовать это и жить жизнью благовестника. Если вы упустите Евангелие, тогда придут огромные трудности. люди веры, мы видим, что Бог делает. Он значит, когда израильский народ стали пленными в Вавилоне, тогда тогда вот Бог показывает свою любовь. И вот он кое-что говорит им. Но в итоге, конечно же, Бог он бы вывел все равно израильский народ из плена. Но смотрите, вот у вас тоже, когда есть дети, возможно, делают ошибку, но мы временно наказываем, ждем. Но обязательно в итоге мы их выведем. Мы поможем им выбраться из трудностей. И что говорит Бог израильскому народу через пророка Осию? Осия 4.6 Значит, Бог говорит, что для начала бедствие это не бедствие. Вот то, что вы сейчас сталкиваетесь с бедствием, это не бедствие. И если мы с вами не будем каждый день входить в Слово, если мы с вами не будем прозвышать Слово, тогда мы не можем жить. Поэтому очень важно каждый день мне наслаждаться Христом. Каждый день необходимо обретать силу. Вот как мы сегодня с вами пели про прославление, да? Каждый день ближе к твоему Христу. Вот помоги мне быть ближе. Вот я желаю, чтобы вы тоже так исправили. А Господь Иисус является Христом. Помоги мне каждый день быть ближе к Христу Христа. И сегодня мне нужен Христос. пожелаю, что вы с этим исповеданием просыпались каждое утро. Потому что если вы будете по-настоящему знать себя, тогда вы поймёте, почему мне нужна Евангелие Христа. например, скажете, ну богослужение хорошо и слово хорошо, но нельзя застрять в этом. Вот к примеру один служитель говорит мне, вот он говорит мне, пастор, можно я один месяц буду передавать слово? То есть нельзя просто в жизни веры как бы погрязь, застрять в том, что мне просто нравится слушать слово. значит в нашей жизни веры важно не просто слушать слово, получать благодать, а необходимо наслаждаться Евангелием. необходимо через богослужение всегда оживать, потому что если слово войдет в меня, тогда вот я начну оживать. Вот однажды, это было лет 15 назад, один лидер простой веровщик, он пришел ко мне и говорит пастор, я люблю Евангелие, я прошу вас помолите за меня. Я спрашиваю, а в чем дело? И вот он говорит, да, и он говорит, пастор, пожалуйста, ну вот, помолитесь, потому что тогда вот звуковая система в церкви была нехороша, и у этого человека были проблемы с ухом, и он, и вот он хотел слушать слово, но он не слышал слово нормально. Вот, к примеру, сейчас у нас хорошая звуковая система, поэтому все слышат слово нормально, но вот тот человек, он каждый раз, когда получил слово, размышлял, он сам по себе оживал. Поэтому даже сама поэтому вот, я так хочу сказать, да, действительно, если мы любим слово, тогда мы церковь не покидаем. То есть, к примеру, я скажу, я люблю эту церковь, я люблю Ивана, тогда я не покину эту церковь. то есть, вот этот человек, вот он все-таки добился того от меня, чтобы я попросил, изменили систему, и этот человек стал, ну, как бы, система стала лучше, и человек стал уже слушать послания нормально, и он потом мне каждый раз отправлял карточки с благодарностью, потому что из-за слова он начинал оживать. Поэтому каким образом необходимо преподносить богослужения. До такой степени, чтобы мы с вами могли все различать и приобрести новые рамки и чтобы вы могли приобрести в новую одежду Евангелие. И вот смотрите, есть один способ. Не просто надо слушать слово, а необходимо через слово обретать силу и благодать Божию. Потому что особенно когда Бог дает слово, Он дает и силу. То есть и вот это слово, которое вы получаете, необходимо им научиться смотреть на все. Поэтому ради того, чтобы вот такие благослужения получать во время богослужения, необходимо иметь сердце по отношению к богослужению. то есть необходимо, чтобы через богослужение менялась моя запечатленная корня сущность. И вот это есть образ жизни. И вот это есть новые рамки Евангелия, новая одежда Евангелия. То есть Евангелиям необходимо вот эти приобретать новые рамки и одевать новую одежду. тогда как нам получать эти благословения? Иоанна 15-7 Иисус Он уже говорит «Прибудьте во Мне и слава Мои в вас прибудут. Отчего не пожелаете просите и будет вам». То есть нам необходимо настолько сделать, чтобы Слово было внутри меня, чтобы я был во Христе, чтобы я мог приобрести новую рамку. одеться в новую одежду Евангелия. И способ это размышление. Псалом 1-2 сказано, что «В законе Господа воля Его день и но в законе Господа воля Его и о законе Его размышляет день и ночь». То есть размышлять необходимо над словом. в эпоху Иисуса было то же самое. В эпоху Иисуса были люди, которые держались за ненастоящие благословения. Это фарисеи. Поэтому Иисус воспитывая учеников приводил в пример часто фарисеев. Для чего? Чтобы ученики приобрели новые рамки Евангелия. И однажды Иисус спросил учеников «За кого народ почитает Меня?» Одни начали говорить «Вот одни за Яна крестителя, другие за Илью, третий за Яна, за Иеремию, четвертый говорит одни за Пророков». Это были неправильные рамки в жизни веры, которые имели люди. Но Иисус ничего не отвечает на эти мнения. А потом Иисус спрашивает «А вы за кого почитаете Меня?» И Петр отвечает «Ты, то есть Иисус Христос Сын Бога Живого». И не плоти крови открыли тебе это, но Тес Моя Суща на небесах. Поэтому желаю, что вы могли огнем приобрести новую рамку, новую одежду Евангелия. Потому что Бог обещает, что Он даст нам огромное благословение с престола Божьего. Матфея Матфея главу «Тогда ученики спрашивают Иисуса «А кто больше в Царстве Небесном?» И тогда Иисус поставил дитя и говорит «Ну посмотрите на него». То есть вот это были тоже рамки учеников «А кто больше?» Иисус говорит «А вот он ребенка ставит и говорит «Вообще не важны рамки». То есть говорит «Истинно говорю не обратитесь и не будете как дети не войдете в Царство Бесна». То есть необходимо сейчас искренне приобрести новую рамку Евангелия. Поэтому я желаю чтобы каждый день одевали одежду Евангелия. Каждый день чтобы вы проверяли насколько вы имеете сегодня подготовили новые рамки Евангелия. Чтобы каждый день мы планировали через богослужение также определять какие рамки сейчас необходимо к себе подготовить. И потом преподносить богослужение. И у вас должно быть следствием чтобы также вы день свой начинали с того что как я могу иметь время для обретения новых рамок. Время Евангелия. Если мы с вами посмотрим римлянам 13-12 то сказано обличемся в оружие света. Затем в Ефесянам 4-22 сказано что отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обострительных пахотях и обновиться духом обновиться духом ума вашего. То есть если вы всегда будете обликаться вот в эти новые рамки Евангелия тогда вы увидите то неправильное в чем находились раньше. То есть Бог покажет. Вот. то есть я хочу сказать что вы каждый день обретаете новые рамки Евангелия и одеваете новую одежду Евангелия. И второе есть новые рамки церкви для того чтобы разрушить бедствия. То есть я хочу чтобы через это вы также восстановили рамки церкви. И вот этими рамками церкви необходимо наслаждаться местами действия. То есть вооружившись новыми рамками Евангелия необходимо на местах действия останавливать бедствия. Необходимо вести движение Евангелия. Только когда ведется движение Евангелия только тогда сокрушается идолопоклонство. И вот так же самое вот сейчас церковь вот Хана находится вот этот район и благодаря нашей церкви в этом районе должны сокрушиться идолы. Должны люди восстановить радостную жизнь. Бедствия должны остановиться. Значит за 5 лет до строительства этой церкви был один верующий он получается был правой рукой мэра. И вот он приехал со мной навстречу чтобы меня поздравить с началом строительства того что мы сейчас готовимся и вот тогда я убедился что он тоже приехал и увидел важность. Почему? Потому что если наша церковь это церковь евангельская тогда обязательно благодаря церкви будут разрешаться бедствия люди будут приобретать радость истинную. И очень хорошо было бы чтобы наша церковь стала такой церковью. Чтобы давать силу давать радость чтобы восстанавливалось счастье чтобы объяснять что такое настоящее счастье. Но люди они не знают и преподносят и не занимаются идолопоклонством. и вот если мы с вами посмотрим сегодняшний 31 стих где то же самое сказано ибо заступник их не таков как наш заступник. Сами враги наши судьи в том то есть в лес о том что люди они впали выдало поклонство и когда люди они впадают в идолопоклонство тогда из-за идолопоклонства приходят бедствия обязательно обязательно придут бедствия поэтому в эпоху плена в Даниил и три друга они принимают решение какое принимают решение не оскверняться от идолопоклонской вот от еды которая используется для идолопоклонства почему потому что они знали результат идолопоклонства это бедствие и они так же сказали что мы не поклонимся истукану царя вот так вот сказали предлицом смерти почему потому что из-за идолопоклонства обязательно приходят бедствия но люди обычно в каком-то районе они не знают о том что приходит бедствие из-за идолопоклонства Поэтому из-за этого сатана очень сильно действует в районе каком-то Но если поднимется церковь, которая знает Евангелие Тогда будут сокрушаться силы тьмы И тогда будет придет благословение, освобождение от этого поклонства и бедствий Вот посмотрите на горницу Мага... Горница Значит, вообще начало ранней церкви, горница Это Деяние 1.8 Только Дух Святой И потом Деяние 1.14 написано, они собрались вместе И вот произошло Божье действие Вот посмотрите на горницу Марка Вот, смотрите, Деяние 2.1 Что сказано? В день при наступлении Дня Пятидесятницы Значит, верующие ранней церкви, они держались за вот эти важные Божьи заветы Поэтому неизбежно они были вынуждены получать отец от Бога И вот что видно Деяние 1.14 Горница, Марка, они все прибывают в молитве И по прошествии какого-то времени наступает День Пятидесятницы И начинаются Божьи действия И вот если посмотреть также Деяние 8 главу Там мы видим, что Самария, она погрузилась в религиозность Поэтому было очень много духовных проблем у нее Поэтому вот так же был человек, который смог выбраться из старых рамок и вооружиться новыми рамками Это был Филипп Значит, он пошел в Самарию, куда никто не ходил из иудеев И там проповедовал Евангелие И написано, что была радость великая в том городе И бесы уходили И затем мы видим Деяние 11 главу 19 стих Мы видим, что вот ранние церкви, у которой была Евангелие Все равно не смогли выбраться из своих рамок Вот написано, что иудеи, хоть они были рассеяны после гонений Но они проповедовали только иудеям То есть они не проповедовали всем Язычникам так же Они проповедовали только иудеям Потом уже через иудеев, конечно же Через тех, кто рассеялись Вот уже поднялись, ну как бы церкви новые Но все равно это были церкви, которые уже были подняты на основании То есть эти церкви не проповедовали неверующим Поэтому я уверен, что Бог обязательно будет действовать через нашу церковь И будет много очень радости Но сейчас необходимо подготовить в себе правильные рамки И в-третьих, очень важное Что необходимо? Какую рамку подготовить? Подготовить новые рамки 230 семи стран, которые будут спасать будущее То есть если мы с вами будем наслаждаться На месте действия Новая рамка наслаждения Евангелия Тогда мы сможем спасти 10-7 стран мира Поэтому очень важно Каждый день Обретать Новую рамку Евангелия И потом на месте действия Приобрести Новую рамку проповедования Наслаждение Евангелия И вот у нас в 32 главе 39 стихе Очень важный стих Давайте вместе прочитаем Видите ныне, что это я Я и нет Бога кроме меня Я умершляю, я оживляю Я поражаю и исцеляю И никто не избавит от руки моей То есть Бог допустил Бог допустит Вот эту вот Трудность такую Для того, чтобы по всему миру Узнали о Боге Если действительно мы с вами призваны Богом Драгоценны для Бога Тогда обязательно через нас Весь мир узнает о Боге И сказано Я исцеляю И никто не избавит от руки моей То есть возможно Да, вы совершаете Какие-то ошибки также Но Бог, Он желает Чтобы вы Чтобы вас Иживи Оживить Чтобы никто не мог вас поразить И затем Сараквостик говорит Я подемлю К небесам Руку мою И говорю Живу я вовек Что это значит? То есть Размышляйте Думая обо мне Об этом говорится И поэтому Значит Возможно В этом мире Будем с вами испытывать Трудности Бедствия Преследования Но Это не важно То есть До такой степени У нас должна быть Новая рамка Ивановны Чтобы это даже Нас не касалось 42 стих Сказано Упою стрелы Мою кровью И меч мой Насытится плотью И кровью убитых И пеленных Головами Начальников И врага То есть Значит Бог Он избавится от врагов Об этом говорится Значит Нам не надо Воевать с врагами Необходимо врагов Возложить на Господа И тогда Бог Он Он Впереди Меня Будет действовать Даже действовать На моих верующих Поэтому Если есть Абсолютный Божий Завет Тогда Обязательно встретиться и пойти туда попроповедовать. Деяние 1.8 сказано, «Но вы примете силу, когда сойдет на воздуш святой, и будете миссивиделями до края земли, и вы держат за этот завет, вам не стоит колебаться». То есть могут прийти трудности, могут прийти даже гонения, и, возможно, придут какие-то обвинения злые, но Бог будет совершать проповедование. То есть Бог совершает Абсолютный Завет о проповедении. Бог совершает Слово Сам. Поэтому самый большой ответ — это когда я нахожусь внутри вот этого Завета, когда свершается Божье Слово. Внутри свершения Божьего Слова, прошу прощения. Поэтому очень важно, чтобы я сегодня стоял внутри свершения Божьего Слова. И у меня обязательно всё получше, потому что я уже нахожусь внутри Божьего Завета. Потому что у Бога есть план на вашу жизнь. Поэтому даже если вы упадёте, ничего страшного, просто поднимайтесь. И не колебьтесь. Не стоит колебаться. И теперь я подытожу то, о чём я говорил во вступлении. Значит, необходимо одеться в новую одежду Евангелия. необходимо, чтобы у церкви и у человека были новые рамки для того, чтобы победить бедствие, чтобы спасти местодействие. У церкви должны быть новые рамки. И тогда каждый сможет увидеть 237 стран сейчас. сможет увидеть, что вот это драгоценное Иване должно быть передано действительно по всему миру. И тогда сказано, придёт конец. И вот Бог в истории всегда действовал тогда, когда в бедствиях держались за Завет. Да и сами бедствия были не бедствия, потому что через эти бедствия Бог открывал двери великие для действия Своего. Поэтому у меня есть такая уверенность. Даже если придёт даже если придёт бедствие, но Бог, Он откроет двери, великие двери, Бог откроет ну, возможность. Поэтому очень важно, чтобы тоже вот это слово было в вашем сердце. И вот на прошлом неделе и на этой неделе после первого служения ко мне приходит в офис один тоже человек. Он говорит, что всегда в моём сердце есть жертвенность по отношению к Богу, но не получается что-то. И вот Он конфликтует из-за того, что Он не может приносить большие пожертвования. Но я сказал ему, что Бог усмотрит на сердце. если вы готовитесь для 237 стран и даже чуть-чуть делаете, то Бог, Он видит ваше сердце. Я знаю это и я уверен в этом. Поэтому давайте мы с вами подготовим к новую дорогу для того, чтобы народы пришли. Давайте мы с вами будем молиться, чтобы мы были использованы как главные действующие лица для спасения 237 стран. И посмотрим с вами Исаия 55 главу 4 по 5 стихи. Бог говорит, вот я дал Его свидетелям для народов, вождём и наставникам народов. То есть Бог сделал свидетелям для народов, вождём и наставникам народов, народом. то есть для того, чтобы мы могли вести народы, Бог, Он будет нас использовать. То есть Бог, Он желает дать нам эти благосления. то есть давайте мы сейчас с вами начнём готовить наше сердце для 237 стран мира и мысли и сердце наши обновлять. Я бы оставляю, что в течение этой недели вы получили этот ответ. Я подытожу Божье Слово. Каждый день необходимо одевать новую одежду Евангелия. А также в церкви необходимо подготовить новую рамку, чтобы победить бедствия. И необходимо также церкви приобрести новые рамки, чтобы спасать местодействие. потому что сейчас 237 стран мира находятся в духовных проблемах. Потому что в мире для того, чтобы решить духовную проблему, нет никакой альтернативы. Значит, потому что не в мире нет альтернативы, чтобы решить духовную проблему, ни способа никакого нет. Поэтому Бог желает, чтобы запечатлелось, что только заветом можно решить духовную проблему, только Христом. Поэтому я благословляю вас, что в течение этой недели по-настоящему на вас сошли благословен царством Весного. Помолимся Бог, спасибо тебе, помоги нам каждый день приобретать новые рамки в Евангелии. Посмотрите, чтобы мы могли подготовиться к семейной евангелизации, чтобы вся наша церковь была использована ради Божьего дела. Молимся во имя Господа Иисуса Христа с благодарностью. Аминь. Редактор субтитров